Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Березовская Майя Константиновна, технолог Крымской натуральной коллекции. И у нас сегодня с вами очень интересная тема – патчи. И начну я сразу наш прямой эфир. Добрый день всем! И начну я наш прямой эфир с того, что я хочу вам показать, как я наношу патчи на лицо. Вы знаете, что у нас есть два вида патчей – плотные гидрогелевые патчи и мусс-патчи, жидкие патчи. И начну я с мусс-патчей, а потом мы более подробно поговорим о наших этих продуктах интересных. Прежде чем нанести патч на лицо, или любой патч, или любое косметическое средство, нам важно очистить кожу лица. Для этого я возьму мою любимую мицеллярную воду и буду удалять остатки косметики, вернее, не остатки, а косметику, и очищать кожу лица. Как мы очищаем кожу лица? В первую очередь мы очищаем наши веки. Мы прикладываем к глазу спонжик, смоченный мицеллярной водой, держим некоторое время, и затем по направлению от наружного угла глаза к внутреннему углу глаза мы удаляем косметику. Если нет косметики, мы все равно поступаем таким же образом. Почему? Потому что слезоотделение у нас идет от внешнего угла глаза к внутреннему углу глаза, и таким образом очищается сама поверхность глаза, и какие-то частички, которые могут попасть в глаз, они удаляются. На каждый глаз мы берем разные спонжики, чтобы загрязнения и микроорганизмы с одного глаза не переносились на другой глаз. Вот сейчас я второй спонжик смачиваю и очищу второй глаз. Подержали немножко, и от наружного угла глаза к внутреннему мы удаляем загрязнение. Сверху и снизу точно так же. Старайтесь, чтобы мицеллярная вода не капала спонжика, чтобы это было очень щадяще, чтобы при попадании в глаз, в принципе, она не раздражает, но если будет много, то может быть легкое раздражение слезистой глаза. Теперь я буду удалять загрязнение с лица. Для этого я опять смачиваю спонжик и удаляю загрязнение по массажным линиям. Что это значит? Это значит лоб снизу вверх по массажным линиям. Нос со спинки носа по боковым, потом сторонам по лимфотоку. Веки мы очищаем. Сейчас я сначала лицо очищу, потом еще веки очищу. Щеки от центра к периферии по лимфотоку. И вторую сторону точно так же. От центра к периферии. Очистили. И веки. Последний штрих. Тоже два разных спонжика на веке мы используем. Веки мы очищаем тоже по лимфотоку. А что значит по лимфотоку? Это значит верхняя века мы от внутреннего угла глаза к наружному очищаем, а нижняя от внешнего угла глаза к внутреннему. И то же самое, поскольку теней у меня не было, поэтому это достаточно быстро происходит очищение. И следующий глаз. От внутреннего угла глаза к наружному. И от наружного к внутреннему. Почему так? Потому что здесь у нас расположен очень мощный лимфатический сосуд, который выводит, оказывает лимфодренажное действие, выводит лимфатические накопления из области вокруг глаз и дальше уже в другие сосуды передает эту лимфу. И таким образом мы стимулируем и отток лимфы, такой легкий массаж получается, и очищаем кожу. Теперь давайте перейдем к... Начну я с нашей жидкой маски, жидких патчей. Вот так она выглядит в большом формате. Но я возьму наши пробнички. Знаете, что у нас есть пробники мус-масок, и они же жидкие патчи. Вы можете их приобретать для того, чтобы понять, подходит вам этот продукт или нет. Я приготовила себе здесь такую чашку Петри. Я сейчас выдавлю туда некоторую часть мус-маски и покажу вам ее. И начну нанесение с века. Вот так выглядит мус-маска. Я взяла мус-маску сияния. И эту мус-маску я буду наносить на века и на носогубную складку. Она же и на сжидкий патч. На нижнее веко мы наносим по тем же правилам. От наружного угла глаза к внутреннему. Можно добавить еще. Вы знаете, что я забыла сделать? Я хотела вам показать состояние своей кожи до нанесения маски. Сейчас мы это поправим. Сейчас я она еще не успела застыть. Я удалю. И вот так приближу. И хочу, чтобы вы посмотрели. Вот так выглядит кожа под этим глазом. Мы запомним ее состояние. На эту сторону я нанесу плотный гидрогелевый патч. Вот так выглядит кожа под другим моим глазом. Сюда мы наносим жидкий патч. И теперь возобновим процедуру. Наносим, да? Наносим. Таким широким мазком. Вы видите, ложится она очень хорошо. Какое главное правило при нанесении этой мус-маски? Мы 2-3 мм не касаемся края глаза. Там, где растут реснички. Почему? Чтобы мус-маска не попала на слизистую и не было раздражения. Теперь мы нанесем и на верхнее веко. Это очень необычно. Обычно маски и патчи не наносятся на верхнее веко. Но здесь мы это сделаем. От внутреннего угла глаза к наружному. Все по той же самой схеме. Нанесли. И на носогубку я обещала вам, что я нанесу эту маску. Вот так мы наносим на носогубную складку. Эти зоны мы обработали. Я обработала нашей мус-маской, которая теперь получила название из жидких патчей. Почему произошло такое преобразование? И за это мы должны благодарить вас, наши дорогие клиенты. Потому что вы настолько чуткие, внимательные, наблюдательные. И люди, которые любят экспериментировать. Что вы обратили внимание, что когда наносишь мус-маску на кожу, она сверху покрывается такой плотной пленочкой, которая активные компоненты более стимулирует лучше проникать в кожу. И заметив эту необычную способность нашей мус-маски, мы с вами, вернее не мы с вами, вы сами попробовали нанести ее на веки. И благодаря тому, что вы этот эксперимент провели, вам этот эксперимент понравился, и вы сами предложили нам переименовать нашу замечательную мус-маску в жидкие патчи. И теперь этот продукт будет два в одном. Мус-маска для лица и жидкие патчи для ухода за областью вокруг глаз. Теперь давайте у нас на лоб я не буду наносить то, что забыла взять эту специальную штучку для поддержания волос. Но у меня еще осталась щека. И на щеку я хочу нанести антивозрастную мус-маску. Покажу, как она выглядит. И посмотрим, как она будет ощущаться на моей коже. Вот сейчас после нанесения маски сияние, что я чувствую на коже? Очень легкое покалывание и очень приятный охлаждающий эффект. Давайте разберемся, почему присутствует легкое покалывание. Потому что кожа наполняется водой. Это не очень простой процесс. Это процесс, который происходит с выделением тепла. И вот это легкое покалывание говорит о том, что кожа наполняется влагой. Что она принимает эту влагу. Но при этом ни покраснения, ни раздражения, как вы видите, у меня на лице нет. Вот. Так я выгляжу. А теперь давайте нанесем на лицо антивозрастную, вот так это выглядит, пробничек антивозрастную маску. Сейчас я вам покажу, выдавлю ее, покажу, как она выглядит в свободном виде, без упаковки. Немножко руку запачкала, сейчас вытру и покажу вам. Вот так выглядит эта маска. Очень нежная, очень тонкая, очень приятная коже структура. Наносим мы тоже по массажным линиям. От центра лица к периферии. От центра лица к периферии. Нанесли. И пока маска будет действовать, мы с вами пообщаемся дальше. На эту сторону я обещала вам нанести наши плотные гелевые патчи. Я выбрала интенсивные патчи под глаза и на носогубную складку. Вот так вот я вскрыла, достаю наши патчи. И хочу обратить ваше внимание. Вы видите, патчи находятся в сыворотке. То есть, когда мы производим сам патч, внутри гидрогелевого патча, уже в самой структуре, встроена сыворотка. Но, чтобы не пересох, чтобы патч сохранял свою функциональность, мы погружаем его еще в сыворотку. Вот такая у нас фольга снаружи. Вот так мы отодинаем край, и я открываю наши патчи. Фольгу мы припаиваем к планшетке, в которой расположены патчи. И достаем. Так, сейчас одну минутку. Вот получилось достать. Вот так выглядит уже вскрытый патч. И вот я достала один. Хочу вам показать, вот в профиль, в фаз, как он выглядит. И наношу его на кожу под глаза. Вот, посмотрите. Лекало для этого патча мы разрабатывали тоже сами. И наша задача была захватить вот эту вот зону с гусиными лапками. Чтобы он и прилегал достаточно хорошо, и чтобы максимально мог захватить кожу, которая очень подвержена эмоциональным воздействиям. То есть, когда мы смеемся, улыбаемся, наши мелкие мимические морщинки, они формируются в первую очередь вот в области гусиных лапок. И второй патч я наношу на носогубную складку. Вот так. В общем, очень забавно я выгляжу, конечно. Но чего не сделаешь ради того, чтобы стать красивой. Тоже вы видите, насколько он хорошо закрывает зону. То есть, он захватывает и вот эту вот малярную зону, где очень часто образуются брыли, и тоже складочка образуется на коже. Хочу обратить ваше внимание, что пока сыворотка, в которой находится сам патч, патч может немножко, пока она не впитается, пока ее не возьмет кожа, патч может немножечко скользить и опускаться на пару миллиметров вниз. Посмотрим, насколько это будет актуально с моей кожей, потому что действительно кожа бывает разной. И на одной коже он прямо прилип, как родной, а на второй коже он немножко ползет. Но в таких ситуациях я вам рекомендую первые минуты, ну вообще хорошо, конечно, косметическую процедуру принимать в состоянии релакса. И вот в эти первые минуты полежать, отдохнуть. Но потом, если есть необходимость, то вы уже можете ходить и передвигаться. Ну вот я сейчас в вертикальном положении, и мы с вами посмотрим, насколько эффективно работает патч. Как долго держать патч на лице гидрогелевый? Гидрогелевый патч мы держим 20-30 минут, не больше. Смысла нету. Почему? Потому что сыворотка активно впитывается, и патч начинает высыхать, он превращается в такую тонкую пленочку. В общем-то, в пленочке, которая отдала уже все активные компоненты, влагу, смысла на коже нету. Я хочу еще один патч показать вам, куда еще можно наносить. Это в первую очередь межбровная наша зона. У меня, в общем-то, эта зона такая, ну, начинаются, видите, вот начинаются небольшие складочки на межбровной зоне, но не ярко выраженные. И зона шеи, шейные складочки. Сейчас у нас очень хорошо припаяна эта фольга. Сейчас я ее удалю, достану патч. Но это хорошо, что она припаяна качественно. Почему? Потому что патч не пересыхает. Он сохраняет свою структуру, функцию, форму, эффективность свою длительное время на весь заявленный срок. И когда я уже нанесу все патчи, буду вся очень интересная и красивая, когда разговариваю, оно сползает. Мы поговорим уже об особенностях патчи. Вот так я наношу на межбровную зону. Ну, просто королевно. На межбровную зону и на шею. Тут можно, конечно, было немножко по-другому, но пускай так будет. И на шею. Вот. Все, принцесса готова. И буду сейчас я вам рассказывать дальше. Чем отличаются патчи между собой? Руки влажные. Жидкий патч и плотный гидрогелевый патч. Ну, конечно, само название говорит само за себя. Патчи отличаются своей структурой. Плотные гидрогелевые патчи. Видите, чуть-чуть сползло, но мы поправим. Плотные гидрогелевые патчи. Они сделаны на основе водорослей, каррагинана, экстрактов водорослей, полисахаридов водорослей, каррагинана и агар-агара. Эти полисахариды имеют особенность и способность образовывать плотный пористый гель. Когда образуется этот плотный пористый гель, в его ячейках сохраняется, как я вам уже сказала, специальная технология для этого была разработана, сыворотка, которая при нахождении на коже отдает свои активные компоненты самой коже. Концентрация этих активных компонентов в этих патчах очень высокая. И наши гидрогелевые патчи, жидкие гидрогелевые патчи, почему и то, и то я называю гидрогелевым, потому что и там, и там гель связывает воду и активные компоненты, растворенные в воде. Поэтому разная структура геля нам позволяет пользоваться особенностями каждой структуры. Давайте вернемся к нашим муссовым патчам, к муссовой структуре. В основу этой структуры входят жидкие экстракты водорослей, которые богаты полисахаидами. Это фукоиданы, ламиноран, карагинаны. Но чтобы стабилизировать их муссовую структуру, мы применили еще два вещества. Это гидротированный кремнезиум и преобразованный крахмал. Эти два вещества очень хорошо, они помогают создать эту легкую, нежную муссовую структуру и помогают качественно распределиться по лицу. Если гидрогелевый патч, вы видите, он прилегает хорошо, но жидкий патч будет затекать во все мелкие морщиночки, он будет заполнять все неровности и на всех уровнях помогать нашей коже. Что делает гидротированный кремнезиум? Вообще, что такое значит гидротированный кремнезиум? Кремнезиум это минеральное вещество по является и оно является родственником такого широко применевого в медицине продукта, как полисорб. Ну и когда вы слышите полисорб, вы сразу понимаете, что это вещество очень хорошо сорбирует на себя какие-то загрязнения, продукты обмена веществ нашей кожи. То есть, кроме того, что кремнезиум создает структуру патча, он выполняет еще очень важную детоксикационную функцию. И кремнезиум обладает очень нежным, шлифующим действием на кожу. То есть, когда мы будем удалять его с кожи, то кожа становится такая очень мягкая, гладкая, нежная. И второй продукт, вещество, которое мы добавили в наши жидкие патчи, это преобразованный крахмал. На этикетке будет надпись натрия карбоксиметил крахмал. Что это значит? Это значит, что крахмал был освобожден от белковой оболочки. Сейчас уже это не так популярно, варить кисели, крахмалить одежду, но может быть вы знаете из своего опыта или опыта ваших родных, чтобы приготовить дома кисель или накрахмалить одежду, мы его всегда завариваем. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы мы могли разрушить эту белковую оболочку, крахмал вышел и смог уже создать вот эту гелевую структуру. Но преобразованный крахмал мы добавляем воду и он сразу помогает нам создать эту гелевую нежную структуру. И второе важное отличие между жидкими патчами и гидрогелевыми патчами, конечно, это активные компоненты. Если в жидких патчах это различные комбинации экстрактов морских водорослей, то в плотных гидрогелевых патчах это экстракты, активные компоненты, которые повторяют собой главные линейки наших косметических средств. Интенсив, например, это повторение линейки Кремельсима. Лифтинг это повторение линейки Снейл Коллекшн нашей улиточной коллекции. Антиэйдж это повторение, вернее, не повторение, а дополнение, скорее, это лучше будет так сказать. Это наши растительные столовые клетки, Снейл Коллекшн. И детокс это экстракты водорослей, которые тоже помогают детоксицировать нашу кожу. Давайте я вам покажу два оставшихся, две оставшиеся мус-маски, как они выглядят. Начнем с моделирующей маски. Сейчас я выдавлю ее, покажу вам. И потом у нас останется успокаивающая мус-маска. Моделирующая выглядит вот так. Вот это моделирующая мус-маска, такая у приятного желтого цвета и успокаивающая мус-маска. такого нежно-розового цвета. Так они выглядят. И у нас осталось детокс и лифтинг. Я, вы знаете, наверное, не буду их раскрывать. Детокс у нас какого? Розового цвета. Детокс зеленого цвета, а лифтинг розового цвета. выглядят они точно так же, как эти гелевые патчи, но другой цветовой гаммой. Из общих компонентов сыворотки, которую мы ввели в плотные гидрогелевые патчи, является гамма-аминомасляная кислота. Это очень интересный компонент. Это вещество вырабатывается в нашем организме, нашей нервной системой. И при помощи его передаются нервные импульсы в нашей нервной системе. Но это, конечно, биомиметик, то есть это синтетический продукт, который мы ввели, но это полный аналог нашей гамма-аминомасляной кислоты. Но вот когда мы этот аналог наносим на кожу, мы получаем совершенно потрясающий эффект. Он обладает миорелаксационным действием, вот в той концентрации, в которой мы ввели наш продукт. Что значит миорелаксационное действие? Это значит, что мышцы, поверхностные мышцы, мышцы кожи, мышцы, прилегающие к коже, они расслабляются. Таким образом, после расслабления разглаживается морщинка. Почему это важно? Потому что это является аналогом ботокса, безопасным аналогом ботокса. В экстракт, в сыворотку, кроме этого компонента, входят увлажняющие компоненты, пентилен, гликольн и глицерил, глюкозит. Очень хорошие, замечательные увлажняющие компоненты. глицерил, глюкозит хочу особо отметить, потому что это недавняя разработка корейских ученых, корейских косметологов. И глицерил, глюкозит это небольшая молекула, которая может проникать и в глубокие слои кожи, в этих и нести влагу, то есть, как правильно сказать, он увлажняет кожу, изнутри даже лучше, чем гиалуроновая кислота. Он столько влаги с собой может принести и дать нашей коже. И еще очень важный компонент, который общий для всех гидрогелевых патчей плотных, это аскорбилфосфат. Что такое аскорбилфосфат? Это устойчивая форма витамина С, то есть, он не разрушается в растворе и может хорошо быть донесен до глубоких слоев кожи. Что происходит с аскорбилфосфатом в коже? Он подвергается ферментативному расщеплению на витамин С и остаток фосфорной кислоты. Остаток фосфорной кислоты идет на синтез АТФ. Он помогает восполнять энергетическую наполняемость нашей кожи. Аскорбилфосфат, аскорбинка, витамин С, что он делает? Он выполняет три функции. Первая функция это опиливающая функция. Вторая функция антиоксидантная. И третья функция это витамин С участвует в структуре, встраивается в структуру фермента, который участвует в синтезе коллагена. То есть витамин С участвует в синтезе коллагена. Это очень важно понимать и знать, зачем мы туда ввели этот компонент. Ну теперь давайте мы посмотрим на другие активные компоненты. Я вам сказала, что антиэйдж это аналог нашей не аналог, а дополнение к нашей линейке стем цел коллекшн с растительными стволовыми клетками, экстрактами растительных стволовых клеток. И сюда входят те же экстракты, что и в ту коллекцию. Экстракт цинтеллы стимулирует синтез коллагена. Экстракт винограда. Вот смотрите, да, как интересно получается. Мы простимулировали синтез коллагена и тут же дали оскорбил фосфат натрия, который и энергию даст на синтез коллагена и поучаствует в этом же синтезе коллагена. экстракт винограда. Очень интересное действие экстрактов стволовых клеток винограда, они стимулируют выработку антиоксидантного вещества в нашей коже, то есть мы сами вырабатываем антиоксидантное вещество. И экстракт стволовых клеток листьев оливы европейской это комплекс фосфолипидов. А фосфолипиды это незаменимые вещества для построения стенки мембраны, для построения мембраны клетки и для построения митохондрий. И вот они способны проникать вглубь клетки и восстанавливать мембраны митохондрии. А восстановленная здоровая мембрана митохондрии это молодая клетка долго живущая клетка вот такой интересный комплекс интенсив в интенсив входят экстракты такие же как и в крем для сухой и склонной куперозу кожи это экстракт цинтеллы экстракт плюща экстракт корней иглицы тропсирутин то есть эти вещества укрепляют сосудистые стенки они оказывают очень хорошее лимфодренажное действие они оказывают очень хорошее отбеливающее действие и тоже помогают и синтезу коллагена и антиоксидантным действием обладают детокс как я сказала сюда входят экстракты водорослей детоксикационный лифтинговый эффект противоотечный эффект оказывается лифтинговая лифтинговые патчи здесь экстракт муцина улитки он у нас очень богатый здесь в него входит и алантаин и гидро и маленькие участки коллагена это помогает и успокоить кожу и оказать лифтинговые действия подтягивающие и синтезировать участие и помогает синтезировать собственный коллаген это мы с вами поговорили о плотных гидрогелевых патчах а теперь давайте вернемся к нашим маскам нашим патчем жидким который ему смазки тоже у нас да ведь ушлом по выключилась первое это антивозрастная маска да вот антивозрастная здесь комплекс саргасовых водорослей моделирующая маска моделирующая маска здесь входит состав и крахмал тапилоки очень нежный хорошо увлажняющий компонент экстракты морских водорослей экстракты бурых водорослей сюда входит еще сульфид натрия это очень хороший антиоксидант маска сияние маска сияние сюда входят экстракты саргасовых водорослей экстракты морских водорослей масло облепихи и гель алоэ вера и успокаивающая маска где она у нас потеряла успокаивающую маску вот она и успокаивающая маска но она самая богатая по своему составу водоросли все входят сюда и саргасовый и бурые и морские других морей водоросли натрия метабисульфид входит очень интересное вещество обладающие антиоксидантным действием и участвующие в восстановлении собственного коллагена то есть уже постаревший коллаген он омолаживает это это вещество омолаживает сульфид натрия является антиоксидантом и уже здесь присутствуют иноземные растения не только гель алоэ это шлемник экстракт винограда экстракт шелковицы антиоксиданты стимуляторы синтеза коллагена противовоспалительные экстракты это все что я вам хотела рассказать о самих патчах и жидких и плотных гидрогелиевых давайте мы с вами подведем итог что делают плотные патчи что они нам дают во первых это экспресс-помощь их всегда удобно сносить с собой вы всегда можете влажной салфеткой протереть кожу нанести патч на лицо чтобы восстановить кожу это экспресс-помощь при это экспресс-помощь при физиологических каких-то проблемах проблемах со здоровьем то есть плохой сон вы встали утром у вас отечность но вам нужно бежать и вы не можете 30 минут 40 минут подождать вы нанесли патчи бегаете по квартире с патчами ну и конечно это просто удовольствие вот такая красота вот в такой красоте я сижу сейчас любуюсь мне честно говоря нравится наши мус патчи это комплексное действие то есть мы можем нанести не только на зону вокруг глаза мы можем нанести на все лицо это приятная нежная текстура это легкое распределение это заполнение мельчайших неровностей кожи и донесение активных компонент до самых каких-то трудных доступных участков например вот носогубная складка и область будет возле носа но теперь вот когда я вам все рассказала давайте посмотрим что же у нас получилось давайте сначала гидрогелевые снимем патчи вот жалко я не могу вот в профиль видно что они тонкие но они становятся тоньше они отдают свою влагу вот и теперь давайте приблизим вот но вот смотрите можно будет потом после эфира вернуться и посмотреть какие были межбровки ну не такие выраженные но я не вижу честно вот после вас с этой стороны только осталось а с этой я вообще не вижу а теперь давайте снимем этот патч и посмотрим что у нас здесь вот кожа стала светлее вы видите морщинки не такие выраженные вот и теперь мы сейчас с вами но у меня воды нету это надо конечно умываться и мы снимем с вами мусс патчи и мусс маску с другой стороны лица при помощи мицеллярной воды начну с глаза потому что честно я очень хорошо чувствуется как подтягивает кожу даже некоторый дискомфорт испытываешь так и с лица сносит и снимаю видите вот тру оно краснеть начинает не так видно когда умываешься у меня кожа совсем такая бледненькая получается но вот ведь успокаивается она бледнее становится но видно насколько этот патч лучше отбеливает кожу чем этот но перед этим и не стоит задача отбелить кожу перед мусс патчем мусс патчем задача увлажнить детоксицировать кожу оказать противоотечное действие и восстановить ее вот вот так выглядит кожа после мусс патча ну вот ну совсем вот одна только морщинка это осталось мимическая от гусиной лапки остальных я морщинок не вижу на этом я хочу закончить свой прямой эфир если есть какие то вопросы пожалуйста задавайте я на них с радостью отвечу надеюсь я вас не очень замучила и жду вас на следующих прямых эфирах есть еще какие то вопросы или нет вижу что нету тогда всего доброго до новых встреч на следующей неделе если возникнут вопросы пожалуйста пишите в директ администратор мне передаст мыли прочитать